предзимняя перекопка теплицы вот когда заходит спор что лучше использовать бензоагрегат электроагрегат я лично понимаю что вот из-за того что условия работы бывают различные в частности вот здесь вот мы работаем закрытом помещении хорошо сейчас я открыл двери туда-сюда а так можно работать в полностью герметичном закрытом помещении естественно для этого придется использовать электроагрегат на электрократе сейчас фрезы целина они поставлены в размножку то есть левая правая не синхронно хватает зубьями а она вперед одна назад поэтому крот немножко будет качаться качаться как говорится это не прыгать пусть качается почва очень твердая она естественно перекапывалась в самый последний раз это по весне когда делали горятки сейчас задача ее просто разрыхлить в зиму а если я сниму еще крышу то соответственно она будет у меня и пропитана снегом главная задача поговыряться в корнях есть там корни нет там корни вытащить что-нибудь вот так вот конечно с первой попытки с первого хода копать на длинные трезы тяжело но я что-то ленивый не хочу в два хода ходить заговоряем в один ход ну вот как-то так проехали фрезы целиной разбили в крупный камень в крупную фракцию фракцию вот куски сейчас докопаем теплицу и все будет хорошо к примеру переставил фрезы целина в синхрон теперь крайние например вот зубья сейчас стоят в одном положении посмотрю как он будет работать на две фрезы одновременно то в том варианте она обычно скачет вверх-вниз такое ощущение что под правой фрезой но под правой в основном дорожка и почва более прочная а под левой фрезой частично грядка скопанная поэтому дорожку он идет тяжело отгребает еле-еле а в грядку закапывается он идет немножко хаосом все равно правой фрезой гребет тяжелее а левой легче Поэтому держим его за левую ручку и даем ему свернуть в сторону мягкого грунта. И перерывает. Значит, как он справляется, единственное, пытается свернуть. Они и по цвету отличаются, и по структуре отличаются. Вот эта вот дорожка, она посередине, естественно, между дверьми, а вот это уже гряда, которая поливалась все лето. Здесь рыхлая увлажненная почва, здесь сухой камень. Поэтому так и получается ремень по этим дорожкам. Вот так и получается. Вот так и получается. Все красавиcereще, они там были воплы, предупреждın. Здесь он выдал, предусматривая больших дамор коротко. Вот так и получается. Продолжение следует...